Победа нужна была. Сразу хочу поблагодарить я генерального директора руководства клуба. Матч вообще под вопросом был из-за циклона в поле. Когда увидели утром на разминке, конечно, в таком состоянии было, что в водное поло оставалось только играть. Поэтому и кто помогал, насколько я знаю, военные приехали, то есть всех парней, которые здесь работают в клубе, которые помогли нам все-таки в этом плане провести матч. Максимально постарались убрать и воду, все, чтобы сыграть. Потому что вопрос был о переносе даже матча, что не хотелось бы. Что касается матча, доволен результатом, доволен самоотдачей парнями, потому что действительно сражались, жили результатом, то, что требовалось. Пять игр СКА не может обыграть Краснодар. Мы вспомним прошлый матч весной, когда 100 моментов не могли забить и в итоге 0-0. Поэтому я предупреждал и футболистов, что мне не нужна красивая игра, мне нужна трудовая победа. То, что парни сделали. Учитывая это поле, на таком поле сложнее созидать, чем разрушать. Разрушать всегда проще на таком поле. То есть ждать свой момент команд соперников. Поэтому первая игра, все-таки телевидение на край показывало. Губернатор пришел на игру. И некоторые парни улетели раньше. То есть первое число готовится, потому что с билетами проблема была. Ну и на кубок дать возможность сыграть тех, кто мало играет, кто выходит на замену. Те долетели позавчера вместе со мной. Поэтому вот эти вот моменты, они тоже имеют место к подготовке. Поэтому в целом здорово мы выиграли. То есть давлел результат. Четыре игры мы провели на выезде. И хорошо провели с результатом. То есть мы на четвертом месте. То есть и первая игра домашняя. Много раз сталкивался с первой игрой домашней. Как футболист в прошлом и как тренер. Она всегда тяжелая. Она всегда тяжелая. С кем бы ты ни играл, но плюс еще погодная. И тут только болельщик ждет от нас победы в этом матче. Поэтому мы справились с этим. И в целом молодцы парни. То, что всегда я говорил, ошибку я могу простить. А без боли, без какого-то характера я не прощаю. Поэтому сегодня было все. Характер, самоотдача, желание. Что-то получалось, что-то не получалось. Но мы жили результат там. И он есть. Поэтому сейчас неделя до игры с торпедо. Наконец-то, насколько я смотрел, циклон уходит. Поэтому спокойно в одном режиме уже команда будет готовиться к торпедо. Домашний матч. В какой момент вы поняли, что придется вносить коррективы в игру из-за погоды? Сегодня утром не ближе к матчу. Ну, мы вчера тренировались. То есть, и уже дождь уже начинался ночью. Накануне оно спится не очень. Поэтому, когда просыпался, слышал дождь и, зная, что здесь поле может быть в лужах, то есть, уже стал переживать. И когда мы приехали утром на разминку, конечно, увидел, то, что здесь нужно где-то упростить футбол. Самое главное, чтобы у своих ворот минимизировать ошибки, а заставить соперника ошибиться у своих. То, что мы и сделали за счет индивидуальных действий. Караев заставил соперника нарушить правила. То есть, там сомнений нет. 11 метров. Поэтому коррективы уже сегодня после утренней работы. Тренировки мы вносили, потому что нужно было упростить футбол. Так как чревато на таком поле играть в созидание, в комбинационный футбол. Поэтому где-то был упрощенный футбол. Вы упомянули предстоящий матч Старпеда. Будет ли у команды особый настроек, учитывая недавние вылеты из клубка? То есть, в прошлом сезоне не очень хорошо с меня сыграли. Ну, в прошлом сезоне, я не знаю, я сыграл на выезде 0-0. Домашнюю я не работал еще в клубе. И вылететь мы не проиграли. 11 метровый это все-таки такой момент, что где-то лотерея, где-то еще что-то. Ну, бог с ним. Торпеду, естественно, будет то же самое. Каждая игра, я требую, не имеет значения, это Краснодар, Торпеда. Запредельный настрой, запредельная самоотдача. Поэтому здесь однозначно с Торпедой то же самое будет. То есть, желание, самоотдача, радовать болельщиков, губернатора. Поэтому тут другого пути у нас нет. Поэтому я думаю, что мы справимся.